Песков еще выдав такую фразу, яку вырвал журналисты, что США не запрашивали возможность телефонного разговора Путина и Байдена. И тут пытание в том, а чем мало, или до чего он это в зале сказал? Они хотят поспілкуваться с Байденом? Ну, собственно, что такое запрашивает возможность разговора? Кажется, люди поднимают трубку и звонят. И, собственно, если никто тебя не спрашивает, ну это что, намек, что вы давно не звонили, перезвоните. Знаете, как была социальная реклама, позвоните родителям, позвоните Путину, товарищ Байден. Он сидит у телефона и ждет вашего звонка. Ну, как-то так это выглядит. Ну, я думаю, что, так как все-таки Путин находится сейчас в тупике, мне кажется, даже он понимает, что он находится в тупике. Столько времени прошло, а ничего не происходит. Ни одна из целей, заявленных изначально, не выполнена. Более того, уже сто пятьсотый раз цели поменялись. И что делать с этим? Сказать, что цель была занять какое-то село, и вот она выполнена, но не получится, потому что они тут зачем-то присоединяли, бог знает, сколько всяких территорий. И только что он рассказывал о том, что они выполняют мечты Петра Первого сделать Азовское море внутренним морем России. Ну, собственно, уже столько наговорили, что теперь непонятно, что со всем этим делать. Поэтому, ну, наверное, последняя надежда – это дядюшка Джо. Может быть, он как-то утешит Путина и предложит что-нибудь такое, из чего потом можно будет изобразить все-таки победу. Институт вивчения войны днями поширил такую аналитику, свои думки, думки журналістов про то, что президент России Путин втрачает поддержку своих сторонников через то, что даже в их очах уже им стает понятно, что он не способен, так бы мовити, защитить Россию. Я не знаю, российские войска не способны защитить территорию Украины, защитить, так бы мовити, Донбас. На вашу думку, чи так это? Ну, конечно. Вот, посмотрите, Гиркин все пытался как-то пристроиться к войне. Ничего не получилось, вернулся в Москву и начал изо всех сил критиковать все и вся. Такими темпами скоро он до критики Путина доберется. Так что, если уж даже Гиркин начинает это говорить, то что уж говорить про обычных россиян. Я думаю, что то, что все плохо, понимают уже все. Другое дело, что реакция на то, что ничего не получается, у всех разная. То есть, может быть, есть какие-нибудь бабушки, которые считают, что все равно надо до конца идти. Непонятно, почему у них такая позиция, но есть такие люди. Но остальные понимают, что ситуация очень плохая, что надо из нее как-то выбираться. Другое дело, что так как гайки закручены настолько, что ничего сказать другого, что отличается от официальной точки зрения, нельзя. Поэтому люди это говорят только в частных разговорах. Вот в частных разговорах на самом деле ситуация меняется. Я вот вижу, что те, кто считали, что правительство лучше знает, вдруг начали сомневаться, что, похоже, партия правительства ничего не знает. А вовсе даже все делает неправильно. Так что сомнения поселяются в сердцах россиян все активнее. А как поселить эти сомнения и подбадьорить их до каких-то, возможно, решительных действий? Потому что много людей, с кем бы мы не общались, а на самом деле и так же с российскими опозиционерами, ну, никто не верит в российский сопротив. Ну, смотрите, я говорила, я буду говорить, что как только в элитах оформится реальный раскол, кто-то, я имею в виду элиты серьезные, преодолеет свой страх и поймет, что надо ставить уже на будущее, что Путин – это уже прошлое, и, собственно, ставить на прошлое – это значит проиграть все. Сейчас элиты проиграли уже очень много, если будут продолжать ставить на Путина, они проиграют все. Как только элиты расколятся, тогда и это ощущение того, что можно победить, вернется в общество, потому что, на мой взгляд, вот этот настрой, он уже достаточный для того, чтобы как-то канализироваться действительно из просто протестных настроений в какие-то протестные действия. Но все-таки элиты должны уже перестать бояться и начать хоть что-то, хоть чуть-чуть, хоть как-то действовать. А от что станет показником того, что элиты реально раскололись? Те, про что вы говорите, от коли для вас будет такой дзвеночек «О, началось». Наверное, тогда, когда, во-первых, активизируются какие-то информационные ресурсы. Не вот то, что сейчас, так сказать, грустный дождь, которого уже, можно сказать, подприкрыли почти живой гвоздь, там еще какие-то митийные проекты, ну, все-таки не очень активные, да, не очень, с не таким уж большим количеством просмотров. Если говорить про количество просмотров, надо сказать, вот что меня все время бодрит, это то количество людей, которые смотрят Фигина с Арестовичем. Вот когда я смотрю, сколько людей смотрят их в прямом эфире, я понимаю, что ситуация не так плоха. И все-таки если зрители у этого эфира есть, значит, и те люди, которые думают похожим образом, их не так мало. Но когда появится уже что-то и еще, и даже те, собственно, ресурсы, которые есть, там тот же дождь, тот же живой гвоздь, то же утро февраля, они получат хоть какое-то дополнительное финансирование, чтобы продвигаться, чтобы развиваться. Я напомню, что когда белорусские протесты были на своем пике, появилась НЕХТа, которая, собственно, и сыграла роль координатора и организатора этих протестов. Но вот как только эта НЕХТа появится в России, вот я скажу, да, ребята, наконец-то и уже перестали бояться и начали что-то делать. Ну, на мой взгляд, все очень просто. Просто, да, при всей моей симпатии к тому, что делал дождь, и то, что делало эхо Москвы, время быть над схваткой, оно прошло. Вот сейчас невозможно быть, я не скажу и нашим, и вашим, да, но невозможно пытаться изображать нейтралитет. На мой взгляд, и раньше-то не надо было это делать, потому что если бы те люди, у которых есть собственная позиция, не изображали нейтралитет, тогда, в далеком 2011-2012 году, может быть, ситуация была бы другая, может быть, Путина у власти сейчас бы не было. А вот эта позиция либеральных СМИ, что да, конечно, у нас может быть личная точка зрения, но все равно мы журналисты, поэтому мы должны давать микрофон всем. Нет, не надо давать микрофон всем. Если у тебя просит микрофон Гитлер, ему не надо его давать. Не надо. У тебя есть своя точка зрения, сейчас есть агрессор, есть преступник, есть жертва агрессии, и они не могут иметь равный доступ к СМИ, и они не могут иметь равный доступ к зрителю. Наша задача – показать, что это преступление совершается каждый день, каждую секунду, что вот эти разрушения, которыми подвергается инфраструктура Украины – это преступление, и такого объема преступлений еще человеческая история не видела. И про это нельзя говорить, как будто мы хотим дать слово всем. Нет. И поэтому так и получилось. И сегодня нейтралитет невозможен, потому что идет война. Так что вот потом, может быть, когда война закончится, когда будут подводиться ее итоги, когда будут собираться юридические доказательства, то тогда можно будет давать там слово, предположим, и адвокатам тех преступников, которые будут сидеть на скамне подстудимых, чтобы они рассказали об их точке зрения. Но это потом, когда закончится война, и когда преступники будут сидеть на скамне подстудимых. Тогда это можно будет делать, а сейчас нет. Сейчас нужно побеждать. И поэтому такая ситуация, поэтому такое отношение. Абсолютно. Абсолютно. Мы сгодны. Тут питание, знаете, что в чем вы говорите, про закінчение войны. И сейчас появляются такие уривки из интервью президента Украины Володимира Зеленского Девида Леттермана. И он сказал наступное в спецвипуску шоу на Netflix, что если Путин умеет, войны не будет. Или можно с уверенностью говорить о том, что если человеку этого не станет, то все закончится? Совершенно согласна с президентом Украины. Причем тут я бы сказала, не обязательно смерть физическая, смерть политическая тоже. Как только Путин перестанет быть президентом Российской Федерации, война прекратится. Потому что любой, кто будет на его месте, неважно, это будет один человек, или это будет парламентская республика, это будет новое политбюро, неважно что. Вот эти люди, которые придут после Путина, они будут делать все, чтобы прекратить войну и начать преодолевать последствия того, что происходило. И, кстати, говорят, многие же нас пугают и говорят, вот вы знаете, придут, а, кстати, вот Венедиктов нас тоже этим пугает, вот придут Гиркин с Пригожиным, и тогда все будет еще хуже. Не знаю, как насчет Гиркина, но я уверена, что если вдруг, вдруг внезапно придет Пригожин, он тоже будет пытаться преодолевать последствия войны, точно так же, как все мы знаем, что если бы Берия пришел после Сталина, он бы тоже делал либерализацию, так же, как ее сделал Хрущев. Потому что это исторически неизбежная история, просто исторически неизбежная, и любой будет это делать. Проблема Путина в одном. Ну, дело в том, что у меня есть приятель, он очень близок был к Борису Березовскому. Ну, и вы прекрасно знаете, что когда Дмитрий Гордон спрашивал у Березовского, не жалеет ли он о своих вложениях в первый Майдан, в оранжевый, он говорит, нет, потому что я считаю это очень важной историей. Почему он так считал? В том числе он был уверен, что Путин рано или поздно начнет войну в Украине, потому что эмоционально, психологически, он не мог это пропустить. А как только политик начинает руководствоваться эмоциями, как только он перестает быть рациональным и становится иррациональным, он обязательно проигрывает. Потому что когда ты иррационален, ты не можешь взвесить риски, ты не можешь понять, когда и что нужно делать, потому что тебя ведут эмоции. Так вот, Путин напал на Украину совершенно иррационально, поэтому он ровно в этот момент, ровно в этот момент он проиграл. А следующий будет рационален, поэтому все будет совершенно иначе. Редактор субтитров А.Семкин